Скажите, поездка «Слух народа» на Донбасс, она планируется вторая? Да, планируется. Мы собрали анкетирование, все вопросы, поскольку люди были распределены по разным воинским частям, и они там собирали информацию о том, что можно улучшить, как непосредственно помочь этим бригадам конкретно. Мы собрали анкеты, 85% людей, которые были на Донбассе, оставили свои конкретные предложения по этим анкетам. Мы сейчас их наработаем для того, чтобы ехать, как говорится, не с пустыми руками, и поедем повторно уже с каким-то рядом решенных проблем, чтобы люди понимали, что мы ездили все-таки не для того, как нас пытались обвинять, что это какая-то предвыборная инициатива, а то, что мы собираемся это делать на регулярной основе, но и при этом решать те проблемы, которые есть у военнослужащих. И надо такое военнослужащие или с местным населением? Мы говорили сейчас, в первую очередь, про военнослужащих. Вот эту вторую поездку мы хотим посвятить больше по работе с местным населением, потому что тоже звучали, ну, то есть после первой поездки звучало много вопросов, почему бы не обратили больше внимания на работу с местным населением. Мы решили, что мы как бы этот вопрос урегулируем, и вот вторую поездку посвятим приезд к военным, а потом выделение одного полного дня на то, чтобы работать с местным населением по разным точкам.